доброе утро доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее веселейшее утро и мы продолжаем продолжаем изучать божественную мудрость мудрость торы то что бог сказал делать не делать как делать как все работает это же интересно и мы сейчас заканчиваем заканчиваем ну сегодня мы еще не закончим мы находимся в самой последней главе притча царя сломан а сейчас самое важное тема в жизни человека это как концовка так а знаете бах вот самое-самое важное мы говорим сейчас о том какой должна быть доблестная жена джулия без юля привет джулия без привет 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 и мы сейчас поговорим о том какой должна быть доблестный рана может заканчиваем об этом говорить и, значит, мы поговорим о том, какой должна быть идеология, идеология, потому что для человека, для мужчины, я говорю сейчас про мужчин, самое важное в жизни это какая у него будет жена, от этого зависит вот все, вот прям конкретно все, и по той говорится, что благословение идет через женщину, да, то есть через женщину. Второе, какая идеология, это еще важнее, чем жена, потому что ты жену-то выбираешь по некой идеологии, какой должна быть жена, что самое главное в женщине, что самое, как она должна вести, как не должна, там и так далее. И третье, это работа интеллекта, потому что интеллект, в принципе, человек живет не в мире, человек живет в своем интеллекте, в своем интеллекте, в своем представлении о мире и то, как ты умеешь фокусироваться, концентрироваться, причинно-следственные связи, Как ты умеешь советоваться, например, это страшно, это невероятно важная вещь, уметь советоваться, уметь услышать, услышать вот умную какую-то мысль, идею и ее применить. Хорошо, значит, мы находимся в 31 главе и мы остановились вчера на том, что 25 отрывок, в чем ее главное отличие вот этой доблестной жены по спецификации, по чек-листу царя Соломона, у которого было 700 жен и он в конце концов, в конце жизни он сказал, мужчину, говорит, одного из тысячи нашел я, женщину ни одной из всех не нашел я. То есть у него ни одна из 800 жен не прошла по этой спецификации. А мама прошла, кстати, интересно, то есть говорят, что эту песню он посвятил своей маме, потому что мама его, Батшева, она была женой царя Давида, она сумела среди 18 жен царя Давида сделать так, что именно ее сын, царь Шломо, стал царем. И это было тоже для нее очень, это в Танахе рассказана эта история, это был подвиг, потому что уже другой сын старший объявил себя царем, и царь Давид уже был старый, и она сумела добиться, пришла к царю Давиду, пришел пророк Натан, и они сделали так, что царь Давид короновал ее сына. Тот второй сын хотел царя Шломо убить, но царь Шломо, царь Соломон приказал наоборот убить его, и значит все, стал великим царем, построил первый храм. Так вот, какой должна быть вот эта вот доблестная жена в 25 отрывке, я считаю, сказано о ее одном из самых важных качеств. Она озвая дар левуша, она одета силой и великолепием, и смеется на последнему дню. Естественно, ну можно сказать по прямому даже, что хорошая, красивая женщина, она должна быть сильная, заниматься там пилатесом, йогой, бегать, ходить, в спортзал ходить и так далее. Но мудрецы говорят, что не это имел в виду царь Соломон, когда говорил, что она одета в силу и великолепие. Он имел в виду духовные одежды, что выполняя заповеди Бога, что для нее являлось главным в жизни, она одевала свою душу в одежды, которые создавала себе заповедями. И она смеется, Льо Махарон, она смеется на день своей смерти, как бы она не боится умереть, потому что она готова перейти в следующий мир в любой момент. А если она не боится умереть, значит она вообще ничего не боится. А если она вообще ничего не боится, так она не будет мужу устраивать скандалы и конфликты по любому поводу. Потому что в принципе глубинной причиной всего беспокойства, волнения, каких-то стрессов и так далее является страх смерти. Он является внутренней причиной, как бы топливом для всех остальных проблемных состояний в жизни человека. Если бы человек не боялся умереть, ему было бы в принципе по жизни очень хорошо и весело, и он бы воспринимал бы все, как вот здесь написано в 25 отрывке, и смеется в последний день. То есть если человек не боится смерти, так он вообще всему смеется. Теперь двигаемся дальше. 26 отрывок. Пия, падха, бэхахма, вэторат хэсет аль лешана. Значит, дословно переводится так. Пия, род ее, падха, открывает она, бэхахма, с мудростью, с божественной мудростью. Вэторат хэсет и учение милосердия. Тора хэсет это, она добрая, она милосердная. Аль лешана, на ее языке. Значит, мы знаем, что в принципе человек постоянно у него внутри, не останавливаясь, идет мыслительный процесс. Вот ученые посчитали, что в день в среднем в сознании человека проходит от 50 до 70 тысяч мыслей. Именно проходят, потому что человек не контролирует этот поток сознания вообще. Вот просто 99,9% людей не контролируют. 0,0,0 там какой-то 1% людей, которые тренируются, осознанность, медитация, самонаблюдение, какие-то там. То есть они тренируют свой ум, чтобы хотя бы осознавать, что у них в уме происходит. И то управлять полностью своим мышлением очень сложно, практически невозможно. Ум работает как компьютер, как механизм. Единственная возможность управлять своим умом, это отключиться от него и наблюдать за ним. Это кто хочет понять технологически, как эта штука работает, лучше всего это описал Экхард Толли в книге «Сила настоящего» «Power of Now». Он описал вот этот вот процесс, то, что происходит в уме человека и как эта штука работает. Очень интересная и полезная книга, всем советую ее прочитать. Хорошо, значит, вот это вот «но», «но». В чем отличаются люди? Люди отличаются тем, какие мысли у них всплывают. То есть то, что процесс мышления идет автоматически, это факт. Он у всех идет автоматически. Но ты не можешь... Я, например, никогда в жизни не думал на корейском. Вот поверьте, даже я могу с уверенностью сказать, что я не думал на корейском и на языке суахили. Почему? Я не могу думать. У меня не может всплыть мысль на суахиле или на корейском. Я не знаю ни одного слова ни по суахиле, ни по корейскому. Понятно, да? Получается, что у человека всплывают в его сознание, и он крутится постоянно в мыслях, которые как-то туда попали. А как они туда попали? Как вообще человеку в голову попадают мысли, которые потом в ней крутятся? Правильно, извне. Все, что у человека есть в голове, и то, что он думает, это я, включая даже имя, человеку дали. У человека нет ничего своего, и все, что человек думает, у него вертятся эти мысли, мысли, мысли. Это все в него, как пленочники, запрограммировали, записали. С детства, с детства начинается. Папа, мама начинают на этот компьютер, на этот мозг записывать. Я папа, я мама, я папа, я мама, я папа. Это мяу-мяу, это гав-гав. И ребенок, как такой компьютер, который медленно-медленно, и он начинает заполнять жесткий диск. То есть свое подсознание, там находится долговременная память, начинает заполняться словами, выражениями, картинками, такие пазлы, пазлы, пазлы. Тут он увидел одно, тут другое, тут за ним погналась собака, тут он кошку погладил, тут он увидел дельфина, тут он и так далее, и так далее. В общем, у человека заполняется его голова вначале словами и картинками, потом начинается заполнение правилами, правилами поведения. Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И мама, известная нудистка, феминистка и трансгендер, ей объяснила, что такое хорошо и что такое плохо. Просто и понятно объяснила, что есть родитель один, есть родитель два, пол выберешь себе, когда тебе будет 10 лет или 15, ну и так далее. То есть она объяснила ей все, что она хотела назвать хорошо. Она ей впихнула ребенка в голову, все, что она хотела назвать плохо. Каждый папа и мама, он программирует своего ребенка, как в Израиле говорят, есть такая поговорка, у каждого Абрама своя программа, у каждого додика своя методика, у каждого пиника своя лирика. И ребенка заполняют, заполняют вот этими всеми мыслительными мыслеформами. Дальше он подключается вообще к непонятной, на сегодняшний день он подключается вообще полностью к безграничному такому источнику промывания мозгов. Это интернет. То есть в интернете полностью вообще идет тогда неконтролируемый промыв мозгов. Причем, что интересно, что мозги промывают в основном люди, которые, есть обученные люди. Есть интересная одна книга, называется «Психология влияния». Написал ее Роберт Чалдини. Роберт Чалдини был профессор социологии в одном из университетов в Америке. И он, он вот, он же умный человек, но он вдруг понял в какой-то момент, что его им манипулируют кто угодно. Продавцы, какие-то просто люди, там, женщины, все им манипулируют. И он, делая какие-то действия и что-то думая, он, наблюдая за собой, он понимает, что его просто как робота включают. И он решил в этом разобраться. И он написал книгу, называется «Психология влияния» о том, как избавиться от вот этого влияния манипуляторов. Интересно, что эту книгу он писал для того, чтобы освободиться от влияния манипуляторов. Но обычные люди ее же не читают, никто ее не изучает. Ее изучают манипуляторы, которые хотят манипулировать общественным сознанием. И они это делают сегодня через интернет. И получается, что обычные люди, 90% то, что считается нормой, они полностью манипулируются и двигаются специально обученными людьми, которые через СМИ, через блогеров, через, ну и так далее, они влияют на вот эти вот 50-70 тысяч мыслей в день, которые мелькают в голове у нормального. Норма это большинство, это не значит, что это норма, это просто большинство. И вот, значит, что получается. Теперь вернемся к царю Соломону. 3000 лет назад пророк царь Соломон, он говорил, что вот эта женщина, которая доблестная жена, она свой рот открывает в хохма. Что такое хохма? Божественная мудрость. Божественная мудрость это то, что получено от Бога через пророков. И у нее Wi-Fi только с Богом. Только с Богом информация, которую она получила, это то, что входит в святые писания. Значит, святые писания, которые пришли через пророков. И она, их, вот есть святые женщины такие, да, они все время повторяют псалмы царя Давида. Они их знают наизусть. Три раза в день, 150 псалмов, я сам лично видел таких женщин, они успевают три раза в день прочитать всю книгу Таилим, псалмы, 150 псалмов, там 450 псалмов. Теперь, когда ты к ней обращаешься и задаешь ей какой-то вопрос, она тебе отвечает словами кого? Пророка, царя Давида. И она говорит, например, она что может сказать? Аль-Тев-Тиху-Бен-Эдивим. Не полагайтесь на благодетеля, она может сказать. Ли-Бен-Адам. На человека. Эн-Бо-Тшуа. Нету в нем спасения. Т-церухо. Выйдет из него дух. Яшу-Вля-Адмато. Вернется он в землю. Ба-йо-Мау. В этот день. А вдуешь-то она там. В этот день потеряются все, кто на него полагались. Это слова царя Давида. И эти слова, например, к ней придет там дочка или муж. И муж скажет, вот смотри, я там иду за Навального, а ты за Путина, а ты туда, а ты сюда. А она ему скажет, послушай, есть вторая история про Моше Робейну Моисея и про Короха. Корох поднял восстание против Моше. Поднял он восстание против Моше. Он говорит, Моисей, ты не пророк. Может ты и пророк, но мы все здесь пророки. Так сказал Корох ему. Мы здесь все пророки. Почему ты над нами возносишься? Почему ты говоришь, что надо делать? Бог со всеми нами разговаривал на горе Синае. И Корох, он как бы говорил такие правильные слова. И за ним пошли 250 человек, которые хотели сдвинуть Моше Робейну и Аарона, его брата. Моше сказал, что Бог сказал, что священником будет Аарон. А Корох говорит, нет, я не слышал. Он же тебе сказал, мне он не сказал. И 250 человек подняли восстание. И был там один, которого звали Он Бен Пеллет. Он Бен Пеллет, он прибкнул к Короху. И его вот этой всей бригаде. И жена, жена, сказала Он Бен Пеллету. Она ему говорит, послушай, тебе какая разница? Ты куда лезешь? Ты не священник. Ты не пророк. Ты, то есть есть Моисей, Моше Робейну, он пророк. Есть Корох. У них есть личностный спор. Корох хочет сдвинуть Моше Робейну. И он хочет занять его место. И он хочет... Ты куда лезешь? Тебе какая разница? Ты что там просто человек? Что там ты просто человек? Он Бен Пеллет, он сказал своей жене. Нет, говорит. Я имею свое мнение. Я иду за Корохом. Жена ему сказала, хорошо, дорогой, ну давай лучше поужинаем сейчас. Поужинаем, выпьем. У тебя же семья есть. У тебя я есть. Не знаю, были дети или нет. Притания об этом не говорит. И жена Он Бен Пеллета, она его напоила, накормила, уложила спать. И утром, когда пришли за ним вот эти вот демонстранты, она говорит, нет, мужа нет, он спит. И они ушли. Все 250 человек, они убежали. Они убежали, значит, и во время этой демонстрации с неба спустился огонь, и 250 человек, Корох, и 250 человек, их поглотила земля. Единственное, кто остался, это Он Бен Пеллет. Теперь, когда вот эта вот женщина, о которой говорил царь Соломон, она открывает свой рот, она говорит не словами какого-нибудь комментатора, не словами какого-то другого блогера, она говорит словами царя Давида, словами пророка Моисея и так далее. То есть, она говорит словами Бога. И это то, что я имел в виду в 26-м отрывке. Рот она открывает, Бехахма, с божественной мудростью. То есть, из нее выходят слова божественной мудрости. Веторат хесет аль-лишуна. И учение милосердия на ее языке. Во всех остальных вопросах она руководствуется главным критерием. Для нее главная ценность это добро и милосердие. Она или она знает конкретно, что надо делать по Торе и идет, например, советоваться к мудрым людям. Или если она не знает, что делать, она руководствуется во всех остальных вопросах добром и милосердием. Это 26-й отрывок и 27-й. 27-й отрывок. Нам чуть-чуть осталось. 31 отрывок в этой главе, но мы сегодня закончим только 27-й. И останется еще 4. Значит, 27-й отрывок. София Алихот Бейта. Велехем Атслут Летохэ. Значит, София Алихот Бейта. Она просматривает, просматривает, как идет ее дом. То есть, для женщины, для доблестной жены, самое главное, самое главное, для доблестной жены, это ее дом. То есть, жена это Акэр и Табайт. Не было бы жены, не было бы дома. Поэтому доблестная жена, ее главный фокус внимания на ее доме. И, значит, она просматривает все, что происходит. С каждым ребенком она знает, что происходит. С настроением, там, муж, теща, родственники. То есть, она держит на себе весь дом. Велехем Атслут Летохэль. И хлеб Лени, она не кушает. Что это значит? У человека есть внутри как две части. Две части. Одна часть человека, это духовная, это интеллектуальная, это божественная часть. Она такая светлая, чистая, она быстрая. Мысль, она очень быстрая. Она просто, человек может своей мыслью достигать основ мироздания, мир был сотворен и так далее. Значит, это духовная часть и интеллектуальная. Вторая часть человека, она такая животная. Животная часть это тело Тело такое Ну вот тело Вот у меня тело там 80 килограмм Оно все время норовит упасть Тело все время норовит упасть Его нужно все время поддерживать Состояние хотя бы чтобы оно не падало Как сядешь например Оно вот туда падает Ты его должен выпрямить Спинка хочется облокотиться Если бы была кровать хочется лечь То есть тело человека оно тяжелое И телом управляет То что называется инстинктивный мозг То есть инстинкты И лимбическая система мозг млекопитающего То есть животная часть человека В Торе это называется Злое начало или нефешбеемид Животная душа И вот постоянно у человека внутри есть борьба Такая линия фронта Между его духовной божественной частью И между его животной частью Теперь как мы можем определить Животную часть она ленивая Животная часть она ленивая Я ее называю ленивая корова И она человека Все время влечет она Ну максимум Максимум к каким-то Эмоциональным таким удовольствием Поесть Там размножаться Еще что-нибудь Вот это ее максимум Интеллектуальная и духовная часть Она человека влечет К достижению цели К духовному росту Каким-то То есть она же легкая Человек может в голове пробежать марафон За одну минуту Вот он просто может так представить Вот я выбежал Вот я прибежал Человек в голове может представить Как он Переплывает Весь земной шар И даже захотеть это Когда мудрецы говорят Нет вещи в мире Которая может устоять перед желанием Они не говорят Нет вещи в мире Которую человек не мог бы достигнуть Есть такие вещи Есть Я не могу поднять Тысячу килограмм штангу Но нет вещи в мире, которая может устоять перед желанием человека, которая может остановить человека от желания, от того, чтобы желать эту вещь. То есть желания, мечты, мысли, они легкие. Тело, оно тяжелое. И вот здесь говорит нам царь Соломон, что вот эта вот доблестная жена, которая наблюдает за всем, что происходит в доме, она всем этим управляет, разруливает, она не ленивая. Вот это главное качество, которое большинство людей тянет к земле. Лень, вот эта вот лень, это тяжесть. Они не понимают, что ленивая, ленивая это не я ленивый, это часть меня ленивая. И нужно эту ленивую корову, ее можно поднять со стула, поднять с дивана, ее можно заставить бегать марафоны, ультрамарафоны, садиться в шпагат, там рано ложиться, рано вставать. То есть главная задача человека это подчинить свою животную часть своей духовной части, своей интеллектуальной части, а интеллектуальную часть подчинить своей душе, своей духовной части. А как мы знаем, что такое душа и откуда вообще вся эта история работает, это божественная мудрость, то есть это мудрость Торы. Понятно, да, идея? То есть вся суть жизни человека это вначале поставить под контроль интеллекта свою животную часть, а свой интеллект поставить под контроль мировоззрения, которое соединяет интеллект с душой. То есть это Тора, выполнение заповедей, служение Богу. Доблестная жена, она все просматривает и лэхэ мацлут лот ухэль. И давайте 28-й отрывок, тогда 28-й отрывок написано так. Каму банеа ве ашруа, встанут сыновья и будут ее восхвалять. В этом случае встанут сыновья и будут ее восхвалять. Баала ве алила. И муж ее будет ее тоже прославлять, и сыновья будут прославлять, и муж. Вот тут обратите внимание. Фокус женщины, фокус внимания женщины в основном должен идти на дом. На дом, на семью, потому что без нее этого никто не сможет сделать. То есть она, у нее к этому талант. По ее как бы структуре, по ее сути, по ее рождению. Она мать. То есть не мужчина мать, женщина мать. Она 9 месяцев вынашивает детей. У нее есть вот это терпение, там особенная мудрость. У нее специально мозг так сделан, что она замечает много вещей, и может многими вещами заниматься. Она умеет коммуницировать больше, чем мужчина, поэтому ей легче установить отношения между детьми, между мужем и так далее. То есть женщина, она создана как Акерет, основа дома, фундамент дома. Если женщина, она свое внимание уделяет дому, то наградой будет, что встанут сыновья и муж, и будут ее прославлять. Да, не будут ее прославлять, например, там много людей, но сыновья и муж каждую пятницу вечером в каждом еврейском доме встают мужчины, муж, сыновья, и поют эту песню, Эшетхайль, Доблестная жена, поют своим женам. Каждый шаббат, вот я каждый год 52 раза, 52 недели, и 52 раза я пою эту песню. И вот этот вот отрывок как раз обычно поет очень громко. Дальше они что ей говорят? Много женщин есть доблестных. И сидят вот эта вот мама такая уставшая, которая приготовила этот шаббатный стол. 52 шаббата в году мама готовит стол, накрывает, готовит все. И потом она такая сидит уже, падает такая уставшая, а ей поют песню. Мужчины поют песню ей радостно и прославляют ее доблестную жену. Но, если эта женщина, она посвятила себя людям, например, Ангела Мертель, она посвятила себя людям, у нее нет детей, и она посвятила себя, то есть она много лет была самая влиятельная женщина в мире. Я думаю, что она была не только самая влиятельная женщина в мире, но одна из самых влиятельных людей в мире. Есть варианты, то есть женщина может выбрать себе такой путь, такой путь, мужчина себе может выбрать такой путь, такой путь, мужчина может себе выбрать путь стать женщиной, Сейчас женщина может выбрать себе путь, стать мужчиной. То есть у человека есть свобода выбора. Человек по образу и подобию Бога, он может создавать мир. Но потом ты всегда получаешь результат от своего создания. Все, мы узнали еще два пункта в чек-листе. Доблестная жена, 26-27 отрывок 31 главы. Хотите посмотреть все остальные уроки, заходите на сайт твоих кроком. Это уже мы заканчиваем, мы уже больше года изучали. Мы больше года изучаем уже притчи. И значит все, встречаемся завтра с 10 до 10.20. Удачи, успехов, всем прекрасного, хорошего дня, полного духовного развития и победы над ленью. Победите свою животную сущность. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok